Душамбе может получить радикальное подполье. Рисунок к статье. Мухеддин Кабири, в центре, пока еще пользуется поддержкой у светской и исламской оппозиции. Фотокс сайта www.ozodi.org В Таджикистане разворачивается кампания по запрету деятельности партии Исламского Возрождения, ПИФТ. Первыми с предложением ликвидировать единственную в Средней Азии религиозную политическую партию выступили представители духовенства. Они призвали объявить ПИФТ террористической и экстремистской организацией. Если власти Таджикистана, без ведома которых кампания не могла начаться, прикроют эту партию, последствия для страны и региона будут негативными. Бывший полевой командир объединенной таджикской оппозиции, преподаватель Таджикского исламского института Рахим Каримов, известный как Мула Абдурахим, заявил, что ПИФТ за пять лет гражданской войны принесла народу много бед. Бесчисленное количество женщин остались вдовами, а дети стали сиротами, минус отметил Каримов. В этой связи он предложил объявить Исламскую партию террористической и экстремистской и объявить вне закона. На пятничной проповеди в Центральной мечети Душамбе и в ряде других имамы зачитали единый текст, в котором была дана оценка состоявшимся в республике парламентским выбором. ПИФТ, как писала НГ, не прошла в парламент, набрав всего 1,5% голосов избирателей. Проигрыш Исламской партии свидетельствует о том, что, кроме нескольких раскольников, никто ее не поддерживает, минус говорилось в проповеди. Имамы призвали верующих поддержать инициативу по ликвидации ПИФТ. Пусть в Таджикистане будет только одна партия, но она будет эффективной. В Таджикистане ни одна инициатива снизу не получит поддержки без одобрения власти. ПИФТ, конкурент, это вторая по численности партия в Таджикистане, насчитывающая 45 тысяч человек. Лидер партии Мухеддин Кабири считает, что поводов для закрытия партии нет. Вместе с тем он неоднократно говорил, что в последние годы, особенно в периоды электоральных кампаний, на членов партии и сторонников оказывалось беспрецедентное давление. Эксперты считают, что если власть запретит деятельность партии, то получит у себя под боком радикальное подполье. Поднятая в обществе тема возможного закрытия ПИФТ, мощное и обдуманное идеологическое оружие власти, она хочет держать ПИФТ в смирении. Ни правовых, ни политических, ни организационных оснований для закрытия ПИФТ нет, прежде всего в соответствии с АСТ. 28 Конституций и Закона РТ о политических партиях. Как нет пока и намерения у власти закрыть ПИФТ, минус сказал инге доктор юридических наук Рахматила Заиров. По его мнению, у правительства начиная с 2010 года есть желание поставить ПИФТ на место. Власть наличие такого документа отрицает. Заиров полагает, что власть может пойти на компромисс и предложить переименовать ПИФТ, а именно, убрать из названия партии слово «Исламское». Но заставить ПИФТ пойти на такой шаг не от правовых оснований, не позволяет Конституция. Поэтому на партии осуществляется давление. Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев считает, что последствия от закрытия «Исламской партии» могут отразиться не только на внутриполитической жизни Таджикистана. Срезонировать может во всей Центральной Азии. Функционирование ПИФТ в рамках конституционного политического процесса, едва ли не последнее из оставшихся в реальности условий переговорного процесса 1990-х, завершившегося межтаджикским примирением в 1997 году. Прошло почти 18 лет, но это не означает, что противоречия гражданской войны 1992-1997 годов полностью исчерпаны. Отсутствие возможности легально добиваться реализации своих прав для значительной части таджикского общества будет подталкивать людей на нелегальный путь, минус сказал Инга Александр Князев. По его мнению, в Таджикистане и без того немало проблем с активностью радикальных религиозных группировок и зарубежных эмиссаров. Закрытие ПИФТ даст им дополнительный мобилизационный ресурс и увеличит количество участников незаконных организаций и движений, использующих радикальный ислам. Князев считает, что ни к чему хорошему это не приведет. ПИФТ является уникальным политическим инструментом. По сути, создание этой партии было экспериментом, способным стать схемой действий для других стран, где высока доля исламского населения и где высока вероятность активности радикальных религиозных организаций. ПИФТ играет роль некого громотвода. В случае закрытия партии в Таджикистане у адептов религиозно-экстремистского толка появляется убедительный аргумент. Со светскими властями договориться невозможно. Значит, остается путь вооруженного джихаду. Минус считает Князев. Наличие религиозной политической партии в Таджикистане разряжало обстановку, а другие страны региона в той или иной степени апеллировали к опыту Таджикистана. Запрет на деятельность партии будет означать несостоятельность власти, ее боязнь даже слабых оппонентов. Впрочем, весь период после 1997 года свидетельствует, что ПИФТ не являлась каким-то врагом власти, да и влияние ее не было так уж велико, минус сказал эксперт. Однако Рахматила Заиров сделал однозначный и неутешительный прогноз, ПИФТ власти вряд ли закроют, но вполне могут добиться ее перерождения в абсолютно подконтрольную структуру. Это нужно властям, потому как на данный момент ПИФТ не столько влиятельная партия, сколько существенная идеологическая, религиозная составляющая таджикского общества, минус сказал Инга таджикский юрист. Продолжение следует...